Все-таки человек с оружием, он представляется, что он должен обладать некими, ну, по крайней мере, физиогномическими качествами, да? Ну, какой-то такой суровый, поджатые губы, злые такие глаза. Что-то я не наблюдаю у вас вот такого, как бы, этому, видимо, ненастоящие стрелки. Но об этом поговорим попозже. У меня и у нее поджатые губы, во-первых. Ну, глаза не злые. Друзья, привет! Вы смотрите программу «Свои люди», телеканал «Точка отрыва». В сегодняшней студии, на мой взгляд, максимальное количество оружия. Максимальное не потому, что его очень много, потому что большего здесь просто не было. И у меня вот под рукой пистолета тоже не было. От этого есть... Должна быть некая уверенность, наверное, да? Ну, необычно. Обычно лежат другие предметы здесь. Сегодня поговорим о практической стрельбе. Есть ли теоретическая стрельба, я не знаю. Об этом расскажут наши гости. Татьяна Коробейник и Сергей Иванов. Вы оба мастера спорта международного класса. Так? Нет? Татьяна в ближайшее время должна стать мастером спорта. Нет, почему? Я мастер спорта. Нет, мастером спорта международного класса. На данный момент она мастер спорта. Я думаю, в связи с твоим чемпионством на чемпионате мира, ты, безусловно, в ближайшее время должна стать уже мастером спорта. Международного класса. Как так получается, что вроде бы человек, получается, не так признан на родине, становится чемпионом мира? То есть ты первая женщина в мире, ты стрелаешь лучше всех женщин. Ну, я не совсем первая, нас там четыре. Четыре первых. Четыре первых женщин, да. Это наше первое место на чемпионате мира по практической стрельбе в командном зачете. То есть нас там четверо. То есть наша российская команда, это четыре девушки, лучшие в мире, действительно. Скажите мне, пожалуйста, а вообще место женщины в обращении с оружием? Ну, там, скалка, я понимаю. Пришел муж в пену домой, дала по башке, вот и оружие. А вот с таким высокотехнологичным оружием. Очень напрашиваются разные шутки о месте женщины. Кто-то определяет локацию в районе кухни, кто-то в районе там каких-то женских дел, магазинов и шоппинга. Но на самом деле, если серьезно, женщина всегда сама определяет свое место. И если общаться с женщинами-спортсменками, вы быстро поймете, что это девушки с сильным характером. Ибо заниматься спортом, практической стрельбой требует высочайшей концентрации. Например, сейчас в начале, когда ты взял пистолет, ты его направил. Сделал, чтобы не так. Да, она сразу, я увидел у нее сигнал, что-то неправильно, палец на спуск, направлен на человека. Да, лучше один у наушники. Это безопасно. То есть уровень работы мозга на очень высоком уровне. И потом каждое утро в 6 или в 5 утра вставать и ехать за 100 километров на стрельбище. Там зимой сначала самой тренироваться, а потом тренировать группу. А Татьяна тренирует других ребят. Она тренирует других спортсменов, которые тоже очень хорошо стреляют. Но раз она их тренирует, она еще лучше. Это большая и психологическая ответственность, и физическая подготовка. То есть сказать Тане, где ее место, я вот лично не решусь. Физическая? Ну вот, казалось бы, ну вот у тебя есть пистолет, у тебя есть ружье, автомат, полуавтомат. Ну, тебе должно хватить сил его поднять, ну, наверное, удержать от дачи. Я бы больше сказала, что должно хватить сил для того, чтобы поднять ружье, коробку патронов, все оборудование. И вот с этим совсем сначала доехать до стрельбища. Сколько все это весит? Много. Коробка патронов весит 12 килограмм. Ружье, если собрать его в чехол, магазины, наушники, очки, дополнительные чоки, дульные сужения, зип дополнительный. Ну, все это в районе там еще плюс 20 килограмм, которые нужны на себя. То есть как минимум 30-ку ты с собой возишь? Ну, 30-ку это вот с собой минимум на тренировочку, да. И ты такая хрупкая девушка. Ну, а что делать? Не такая хрупкая, как кажется. А что делать? Татьяна занималась единоборствами, Татьяна играла в волейбол, она катается на сноуборде по всему миру, она катается на роликах чуть ли не профессионально. Если бы ты видел ее бицепс напряженный... Так вообще, что он твой пиарщик. Я не пиарщик, я просто... Он просто восхищается. Я слежу за Татьяненой карьерой 6 лет. А хотелось? Были такие мысли? Сколько ты в этом виде спорта? Ну, вот 6 лет. И что, уже были мысли бросать? Нет, вы знаете, моя карьера стрелковая получилась так, что, в общем-то, на второй или третий год моих тренировок появились люди, поддержка, которые очень стремились, ну, помимо меня, тоже хотели, чтобы я добилась какого-то результата. И, в общем-то, поворачивать обратно уже было там поздно. А почему? Если ты увлекалась видами спорта другими? Вы знаете, когда у вас появляется дома ружье, ружье не может просто стоять в сейфе, оно должно стрелять. И появиться просто так оно тоже не может? И появиться не может, да. Но когда оно уже появилось, куда? Вы его поставите в сейф и будете на него смотреть зачем? Спросите, сколько оружия в сейфе у Татьяны. Спросите. А пиарщик говорит, чтобы я спросил, поэтому спрашиваю, сколько оружия в сейфе? Ну, на данный момент у меня стоит 4 единицы оружия. Ожидается в ближайшем будущем пополнение еще на парочку. Это все для использования в спортивных целях? Да, да, конечно. Или ты охотой занимаешься? Нет, я не занимаюсь охотой, исключительно для спорта. И не считая еще травматического оружия, ножей всяких и так далее. А у тебя сколько, Сережа? Посите, сколько у него оружия? А я вот и спросил. У меня раньше было развлекательное оружие. У меня были те стволы, которые я не использовал. Сейчас я сократил все, и у меня есть только для спорта. Ну, сколько у меня? 6-7 единиц. И такой нюанс, мастер спорта в России имеет право иметь больше оружия, чем обычный гражданин. Поскольку для спортсменов наше государство сделало исключение. С того момента, как вы становитесь мастером спорта или мастером спорта международного класса, вы вправе купить еще плюс 10 единиц. То есть государство понимает, что у нас очень большой ресурс съедается на наших тренировочных стволах. Соответственно, тебе нужно иметь запасные. Поэтому у нас есть такое право. А давайте вот для всех наших зрителей, ну, собственно, и для меня, да, прям вот расскажем, что такое практическая стрельба. Вообще, какие виды стрельбы есть? И чем практическая стрельба принципиально отличается, не знаю, там, от биатлона? Ну, вот вы уже сказали... Я расскажу, если нет. Да, пожалуйста. Вы сказали, что есть карабин, я вижу пистолет, вот есть автомат, есть полуавтомат, есть ружье. Дальше что? Если говорить про стрельбу в современном ее виде, она тоже достаточно давно появилась. И когда-то стреляли по голубям в буквальном смысле, потому что еще не придумано было керамических тарелок. Опускали голубей и стреляли в них. Такая была забава. Их специально до этого разводили. Ну, потом все это упорядочилось. И появились такие виды спорта, как стендовая стрельба в России, кстати, не так давно. Стендовая, это по тарелочкам. Ну, чтобы было понятно всем. Можно сказать, да. Керамические тарелочки в основном. Есть биатлон, все хорошо знают. Биатлон, опять же, это военные, которые должны в зимних условиях уметь воевать. Вот они превратились вдруг в спорт. Они стреляли из винтовок Мосина. И у них были совсем не пафосные лыжи, а обыкновенные самые деревяшки. Но потом все, они облачились в лосины. Ужалось оружие до мелкокалиберного, а в будущем вроде бы до пневматического или до лазерной имитации. Бог знает, куда это приведет. В общем, от практики это уходит со скоростью света, словно расширяющаяся вселенная. Больше, наверное, никогда настоящее оружие с биатлоном не встретится. А практическая стрельба — это максимально приближенные условия. По каким-то вам параметрам, ну, я не знаю, к боевым действиям или к чему. Скорее, это... На сегодняшний день это один из самых молодых видов стрелкового спорта. Он был... 40 лет ему в прошлом году. Всего лишь 40 лет, да, отмечали в прошлом году. В 1976 году придуман американцем военным Джеффом Купером. Да, и, ну, собственно, он был родоначальник. То есть, да, условия приближены максимально к реальным. То есть стрелок должен перемещаться и поражать мишени. Но это не главное. Ключевой вопрос был следующий. Были опытные полицейские. Они друг друга знали. Они встречались на стрельбище. Какие-то свои соревнования проводили. Частенько стояли за спиной рука, револьвер, бах, и все в десятку. И таких спортсменов было много. И вот они задались вопросом, как так получается? У нас стрелки, кроме десятки, никуда не попадают. Это великолепные стрелки. Но как происходит ситуация? На дороге остановка, ночь, дистанция 5 метров. Куча факторов, которые мешают тебе попасть в десятку. Да, он на тебя бросается с ножом, и тебя убивают. Человек с худшим оружием, никакой подготовки особо не имеет. Но колоссальный стресс, необычная ситуация, не та рафинированная, где ты стоишь на стрельбище, и у тебя строго на 10 метрах мишень находится. А там, где ты в реальной ситуации. И каждый раз она новая. И они подумали, как так получается, что наши сотрудники гибнут, показывают полную неэффективность, при том, что они на стрельбищах и в тирах великолепны. И они начали работать над методикой. И самое главное в нашей жизни, это точка зрения, это подход. И они нашли этот подход. Этот подход по-своему был удивительным и очень интересным. Они начали каждый раз усложнять себе ситуацию. Они начали менять условия. Дистанции разные для стрельбы делали. Делали перемещение при стрельбе. Делали, что твоя мишень начинала двигаться. Иногда качалась, иногда двигалась слева направо. Это еще выработка навыков. А вот тот стресс, о котором вы говорите, и в том числе и соревновательный, он же присутствует. Получается, на мой взгляд, что самое главное в вашей профессии, увлечении в спорте, не знаю, в виде деятельности, не самое главное, но очень важно, это вот такие нервы, как канат. Ну да, в любом спорте. Так это в любом спорте. В любом спорте. Слушайте, ну у вас опасное оружие. Если я греблей занимаюсь, ну могу попасть соседу весном по башке. Опять же, это момент развития, собственно, спорта. Почему он стал, собственно, спортом? Вся основа, в отличие от любых других видов спорта, у нас оно основывается на безопасности. То есть первое, на что ты обращаешь внимание, это всегда твое безопасное обращение с оружием. То есть оно, вот, любое неловкое движение, и ты дисквалифицирован в соревновании. Ну, это бы было по-другому. Ну, да, но... Вот, поэтому у нас, помимо других факторов, очень важна именно безопасность. И на это, это первое, чему учат стрелка, который приходит к нам на стрельбище. А вас отбирают по какому-то психотипу? Психотипу. Нас отбирают. Психотип отбирается. Совершеннолетний, не имеющий противопоказаний к владению. Оружием, не имеющие... Психологических, психических заболеваний. Психических отклонений. И не уличенным в употреблении наркотиков. Вы спокойные люди или агрессивные? В этом виде спорта что нужно? Взрывной характер или нужно быть такой амебой? Но люди разные. Но люди разные, и в нашем спорте это тоже люди разные. Подход... Есть и нервные какие-то такие... Очень нервный, эмоциональный человек. Глаз у него дергается, а он попадает в десятку. Есть и такие. Есть всякие. Есть, правда. Агрессия есть спортивная, есть болезненная, патологическая. Все, вот можно все-таки вернуться? Ты задал вопрос. Откуда это пошло? Почему это практически? И какое там самое главное отличие? Главное отличие, как я сказал, это... Мы имеем дело с настоящим оружием. С самым настоящим. Вот мы видим автомат Калашникова, пистолет-пулемет Витязь, пистолет Грач или Викинг, как он называется. Безопасно. Да, безопасно, не направляй на людей. Только еще и не достанешь. Все это оружие, минимум 9 миллиметров, 9 на 19, это достаточно крупный калибр, это тебе не мелкашка. Это 7,62 на 39, автомат Калашникова, еще большие калибры используются. То есть у нас настоящее оружие, у нас условия настоящие, мы можем находиться в настоящей машине, стрелять по движущимся на тебя, от тебя в сторону мишени. То есть еще и сценариев масса, может быть, и они не должны повторяться никогда. И они не повторяются. И дело в том, что вот эта безопасность, о которой сказала Татьяна, это не какая-то отдельная вещь, чтобы как-то проводить наше соревнование. Нет. Безопасность имеет ключевое значение. Если ты опасен, то скорее ты причинишь вред своим сослуживцам. Если вы едете в автомобиль, и ты не умеешь обращаться с оружием, и выстрелил, ты можешь ранить своего товарища. Это общая культура обращения с оружием. Да, но это часть именно обращения с оружием. Это не безопасность в вакууме. Это необходимое условие. Потому что реальная ситуация возникает, может быть, раз в 10 лет. Или вообще реже. А ты с оружием ездишь постоянно. Поэтому если ты умеешь прекрасно стрелять, но не умеешь безопасно с ним обращаться, за эти 10 лет и пятерых... Посмотрите статистику. Но это, если касательно других видов спорта, стрелковых, если вы обратите внимание, например, то, как переносит оружие те же стендовики, они его просто переломят, закидывают на плечо и идут. Или просто вниз опускают и идут. Выглядит красиво. Выглядит красиво, конечно. Как охотник. Но никто не знает, есть там патрон, нет там патрона. Ну, переломленное ружье стрельнуть не может, конечно, но я... Ну, раз в год может. Раз в год это все происходит. Они могут выстрелить, развернуться к своим коллегам, никто им слова ничего не скажет. Но при этом это, в общем-то, не безопасно. Почему? Потому что у них нет такого условия. Почему? Ну, что же оружие? Потому что это условия нашей практической стрелки. А, вот. Олимпийские виды спорта, у них палец на спуске все время находится, и он берет оружие, у него сразу палец ложится на спуск. У нас это недопустимо, потому что мы понимаем, что да, если ты там в рафинированных условиях Олимпиады, там у тебя 4 судей вокруг, там, наверное, это контролируется. Но здесь ты сам наедине с собой, со своим оружием. Ты можешь прийти со своим собственным оружием домой, где будут твои дети или жена. Ты должен точно знать, у тебя оружие заряжено или не заряжено. Ну, вот теперь... И мы себе говорим, у нас оно всегда заряжено. Ну, это... А вот это оружие, которое лежит, у нас заряжено. Почему у нас оружие стоит стволами вверх? Потому что оно у нас заряжено. Это массогабаритные макеты, для нас нет, это настоящее оружие. И вот так вот себя убедив, ты на 100% обезопасишь. Ты не будешь направлять палец, то ты не будешь направлять на своего друга, даже шутя. Это идиотская шутка, у нас она не вызывается. Понятно. Ты палец не будешь класть на спуск. Ты споткнулся, ты нажал, ты выстрелил. Это практика. Да. Ты не... Послушайте, ну вы же параноики. Это не параноя, Нет, 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 мы не параноики. У нас не происходит несчастных случаев, в отличие от других видов спорта. Ну, если ты подозреваешь в палке патрон, который выстрелит, параноя. Ну, в хорошем смысле. Это не палка, это оружие. Совсем недавно случилось знаменательное событие. Вы поехали на чемпионат мира. Ну, мы это раскрыли сразу, ты стала чемпионкой мира. Но у нас же непростая ситуация в мире, да? К россиянам. Вот что, вот так взяли прям и поехали с оружием, и никто ничего не говорил. И посмотрели друг на друга, чего можно говорить, чего нельзя. Нет, почему же? Это не касательно... Ну, это на самом деле касается именно политической ситуации в мире, в принципе. У нас есть некоторые разногласия между... Взаимодействия между странами. Не между спортсменами, не между людьми. Именно вот на политическом уровне есть некоторые ограничения. Существуют так называемые санкции. Под эти санкции, к сожалению, попадают и спортсмены, как мы, которые не имеют возможности со своим оружием выехать на соревнованиях. А вообще, это сложная процедура вывести оружие за границу? В принципе, ну, нет. Она такая же бюрократическая просто процедура. Нужно отправить запрос в другую страну. Оно должно быть как-то зачехлено или в каком-то железном ящике. Нет, это условия перевозки. Это немножко другое. Мы говорим именно о вывозе. О разрешительных документах. О разрешительных документах. Ну, это вопрос двух заполненных форм и двух поездок туда-сюда. У нас в России, и, соответственно, отправленный запрос за рубеж организатора матча, чтобы они не сделали. И вот они вам отказали, да? Принимающая сторона, именно не принимающая сторона, а страна, где проводил соревнования, нам не разрешила ввозить свое оружие. Основание какое? Мы вас не любим. Нет, мы не любим. Просто под санкциями находится страна. Франция является частью Европейского Союза. Экспорт и импорт огнестрельного оружия запрещен. Так вы же не ввозили ни на продажу, ни покупать, ни продавать. Это не важно. Это моя зубная щетка. Я езжу, не знаю, с микрофоном, а вы ездите с автоматом. Ну, это мелочи, но это серьезные вещи. Это огнестрельное оружие. И, в общем-то, представляете, большая толпа народа, 50 человек, вооруженные до зубов, езжают в вашу страну. Вам будет страшно? Еще и русских. С медведями в шапках, с балалайками, понятно. Это как бы я отрирую сейчас. Нет, понятно. Ну, то есть под угрозой было участие сборной. История началась не внезапно. Проблемы были, они нарастали. Появлялись проблемы международного характера с так называемой аннексией, с вторжением в соседние страны и так далее. Санкции росли. И когда был чемпионат мира по пистолету во Франции, наши все очень хорошо подготовились. И хлоп, в последний момент им сказали, ребята, мы не можем вас пустить со своим оружием. Это все равно, что хоккейцам сказать, мы не можем вас с вашим оборудованием, что-нибудь там найдете. А может, они просто боялись, знали, что хорошо подготовлены? Нет, нет, нет. Организаторы были совершенно не так. Организаторы были на нашей стороне. Это здоровая конкуренция. Мы между собой все очень дружим. Это вот удивительно, но мы ездим на соревнования не просто участвовать, да, и соревноваться, но и для того, чтобы встретиться с нашими друзьями из других стран. Это вы спортсмены ездите так, а функционерам нужны медальки. И зачем это какая-то медалька уедет? Нет, нет, нет. Благодаря функционерам мы в итоге попали туда со своим оружием. Именно благодаря функционерам, начиная от премьер-министра Франции, который сказал сделать все возможное, чтобы русские приехали со своим оружием. Вопреки санкции, да, у нас будут проблемы, да, мы самый невероятный способ придумаем, но мы русских к нам запустим. Какой невероятный способ придумали? Реально невероятный. Мы свое оружие продали французскому государству. Ну, это формально. Это к разговорам об импорте и экспорте. Да. Мы продали, и мы не возили никакое оружие. Мы просто въехали с французским оружием, и нам его предоставили в пользование. А потом они продали его нам обратно. Все логично. Как удобно. Но им это стоило огромных усилий. У них весь аппарат в течение чемпионата мира работал на то, чтобы ни одна волосинка не упала с головы российского стрелка. Нас опекали, нам подсказывали, нам везде помогали. Мы должны на самом деле очень благодарить их. А были вообще мысли, чтобы вам французы предоставили оружие на месте? Или всем было понятно, что это никуда не годится? Нет. Но мы все равно, вопреки всему, собирались ехать. Сборная готовилась. Каждый готовился по-своему. Но если бы сказали, ребят, вариантов нет. Мы вам дадим любое оружие, приезжайте. Других вариантов нет. Дело в том, что у них во Франции нет такого количества оружия, которое бы подходило нашим стрелкам. Оружие разное. Это сейчас поясните. Во Франции недостаточно оружия. На самом деле в России обращение вообще с оружием гораздо лучше, чем во Франции. Гладкоствольное оружие там все-таки больше, менее доступно, чем у нас. И такое количество найти было бы невозможно. Организаторы сразу об этом сказали. Сколько столько? У вас поехало сколько человек? У нас есть дело... 38 человек. Нет, 38 оружий? Нет, у каждого свои оружия, разные системы оружия. Каждый стреляет. Это не просто вот какое-то абстрактное... На всю Францию, может, было 20 ружей. Но люди, во-первых, сами хотели стрелять из своего собственного оружия. Окей. То есть у них не было такого количества. Мы, ну, как бы стрелки готовились, и мы... У нас же, вот, о сообществе стрелковом, международном. Мы дружим, мы общаемся и вне соревнований с людьми. Есть социальные сети. И наши стрелки просто кинули клич по социальным сетям, что вот мы собираемся ехать, у нас проблемы. Помогите. И нам действительно стали приходить отклики от наших друзей и предлагали свое оружие нам предоставить. Так, например, мне из Греции ружье было предложено привезти. Мне присылали фотографии, как оно выглядит. Я отправляла туда тюнинг специально, чтобы мне его подготовили максимально приближенный к тому, к чему я привыкла. Мне его даже привезли в итоге. Сказали, на всякий случай мы привезем. Вдруг мало ли что случится. Каково это заморочиться грекам, чтобы для русской девушки привезти оружие? Ну, все-таки меня интересуют совсем простые вещи. Ну вот представить, что ты бы не смогла ввести свое ружье, и тебе пришлось бы выступать с чужим. То есть нам бы не видать золотой медали. Я готовилась к соревнованиям в любом случае. Ты знаешь, это настолько неудивительно, что ты готовила к чемпионату мира. Я вам расскажу, как я готовилась. Дело в том, что... Ты стреляла из ружья. Я стреляю из ружья. Да. Нет. Вопрос в том, что у греков, по их законодательству, ствол сильно длиннее, чем наши стандартные стволы. Что такое сильно? Ну, длиннее. Более 50 сантиметров длина ствола. Соответственно, относительно особенно моего роста, это меняется и вкладка. Оружие чуть тяжелее, чем мое. Да чуть. Ствол – это самая тяжелая часть ствола. Там меняется отдача, меняется... Ну, в общем, очень много факторов, которые меняются. Но это не твое оружие. Но как бы я морально к этому готовилась. Грек мне присылал характеристики своего оружия, длину ствола, сколько мы сравнивали фотографии, взвешивали. То есть она стала перед вопросом. Ей пришлось стрелять вместо обычного нормального ружья, вот такой длины, веслом. А с этим веслом тяжело бегать, и декорации мешают его просунуть, через ногу не пронести и так далее. Здесь в России приобрела длинное сужение, чтобы увеличить длину ствола до той длины, которая была у грека. Чтобы подтренироваться. Чтобы тренироваться. И вот в течение полугода каждая своя тренировка, моя тренировка именно проходила стрелковой, каждый день холостилась этим оружием, училась им манипулировать, управлять. В общем, я морально готовилась к тому, что мне придется стрелять из чужого ружья. И я не знала, как оно будет работать. Мне все характеристики, конечно, присылали. Я максимально свое подогнала под то, которое у меня должно было быть там. И с этим вот занималась, тренировалась. И, в общем-то, считаю, что достигла неплохих успехов. И теперь мне никакая длина... И так посчитали все, что ты достигла неплохих успехов. Раз золотая медаль висит у нас в студии. Ну, это заслуга команды. Скажите, пожалуйста, а что делать... Вот сейчас по ту сторону экрана зрители... Ну, жутко захотят заниматься практической стрельбой. Что нужно? И есть ли какие-то ограничения по возрасту? И вам уже поздно. Не та реакция? Возрастных ограничений вот с 18 лет, с момента, когда человек может приобрести оружие, он может пойти заняться практической стрельбой. Есть несколько вариантов. Один из них — пойти в любой тир и взять там уроки практической стрельбы из пистолета. Там работают профессиональные инструкторы, которые покажут все, расскажут. Человек может сделать выбор и решить, надо ему это, не надо, интересно ему, неинтересно. Второй путь — приобрести вылодкоствольное оружие и позвонить нам или любым другим инструкторам. Мы занимаемся в клубе охотничьей. У человека есть ружье. Не обязательно вепрь. Может быть... Нам практически... Любое фактическое ружье. Очень многие люди становятся спортсменами и стрелками. Приходят из охоты. Они... Ну, не обязательно. Они просто покупают себе оружие. У нас, к сожалению, что касательно гладкоствольных оружий, у нас нет понятия спортивного гладкоствольного ружья. У нас все оружие сертифицировано как охотничье. И стрелки... Просто люди покупают оружие, потому что им нравится, им интересно. Но оно стоит у них в сейфе, и, в общем-то, оружие должно стрелять. Я об этом уже говорила. Что просто так нельзя его купить, поставить сейф и любоваться им. Это неинтересно. И они начинают ползать в интернете, выискивать, что можно еще поделать. И таким образом приходят в практическую стрельбу. Приходят к нам на соревнования, где мы рассказываем... К нам на тренировки, где мы рассказываем о безопасности, о принципах практической стрельбы, о правилах. Даем возможность, собственно, пострелять. Показываем, как это... Силот, можно, вот раз ты задал такой вопрос, тогда мы пригласим тех, у кого уже есть ружья, они могут прийти к нам в клуб «Азот». И там мы научим их безопасно владеть оружием. Они пройдут, как минимум, курс правильного, грамотного обращения с оружием. Если это им понравится, в том числе тебе в Силот, ты можешь продолжить и встать на спортивный путь. И спортивный путь, в нашем случае, это не рутина, это очень интересно. Да, нужно будет рано, может быть, вставать, может быть, тратить какое-то, ну, значительное количество денег, условно значительное, ну, 10-15 тысяч рублей в месяц. Но это даст тебе возможность физически... Патроны, поездки, аренда, там, стрельбищ. Ты приобщишься к большой, интересной культуре. Ты найдешь друзей. Это хобби само по себе увлекательное. И самое главное, как мне кажется, Татьяна наверняка со мной согласится, это путь самосовершенствования. Это подобно единоборствам. Совершенно верно. То, с чего мы начали. Дисциплина, физическая подготовка, эмоциональная подготовка. Становиться каждый... день лучше. Каждую тренировку, пусть небольшой шаг, но делать вперед. Если ты развиваешься, если у тебя есть цель, то твоя жизнь раскрашивается сразу. Если же ты сидишь, то у тебя появляются совершенно ненужные мысли о бренности бытия, о том, вообще, зачем мы живем, все плохо. Нет, мир намного интереснее, если шевелить одни места. Вам достаточно разрядки вот стреляя? Или есть охота, что-то еще хочется, или вы настолько настреливаетесь, что... Нет, но Сергей в самом начале сказал, что я, например, увлекаюсь сноубордом зимой, летом катаюсь на ролик. До сих пор увлекаешься? Да, конечно. В то время, как ты не можешь стрелять? Или ты... Ну, не в то время. Я могу стрелять только по выходным. Я не могу вечером, к сожалению, себе позволить после работы поехать на стрельбище, потому что стрельбище у нас далеко, а я живу в Москве. Ну, сноуборд тоже не близко. Ну, сноуборд, есть горки в городе, и на роликах я могу кататься в любое время. Я вам говорю, что я же не... Ну, то есть, это не вся жизнь? Естественно, это не вся жизнь, и жизнь многогранна. Все ходят в спортзалы, опять же, отрабатывают. Я, например, занимаюсь танцами, и для меня танцы, конечно, часть подготовки к стрельбе, потому что это великолепная координация. Татьяна занимается массой других видов спорта. Она и занимается фотографией, кстати, очень красивой, в том числе, вот эти фотографии делает. Спорт наш многогранный, разнообразный, и у нас стреляют и слесаря, у нас стреляют и топ-менеджеры, и даже олигархи. Мы действительно, ну, как бы, мы опять об этом говорили, не являемся профессиональными спортсменами, к сожалению, но стрельба занимает значительную часть нашей жизни. Мы при встрече с Сергеем даже не на стрельбище начинаем разговаривать о стрельбе непроизвольно. Люди, которые нас окружают, там общие наши друзья, они так понятно, и уходят просто заниматься своими делами. Действительно, стрельба, оружие, оно занимает значительную часть, но, как бы, не единственную. Пообщавшись полчаса с вами, я все-таки так и не увидел поджатых губ, а вот глаза, я обратил внимание, что прямо рассказывая нам про все это, у вас прямо аж загорелись. В любом случае, спасибо, что нашли время рассказать об этом спорте. Спасибо вам. Уверены, что эта тема у нас будет продолжаться, и Сергей ведет программу на канале, поэтому, дорогие друзья, смотрите программу, в том числе «Мужские игрушки», где Сергей стреляет и с девушками, и не с девушками, и, Тань, тебя тоже ждем в наших программах, и в этой студии тем более. Так что, а чего пожелать, чего можно пожелать человеку с оружием? Ни миссы, ни бабки. Это сленг. Бабка, да, это куда попадать нельзя. А я смотрел программу. Неплохо. А мисс, это нельзя миссовать. В девушку или что? Нельзя пропускать мишень. А, пропускать нельзя мишень. Мисс, промах с английского. Ну, тогда просто в яблочко. Спасибо огромное. Абсолютно все мальчишки в детстве играют в войнушку, поэтому увлечение мужчин во взрослом возрасте этим видом спорта мне абсолютно понятно. Но вот то, что больших высот в этом виде спорта достигают девушки, вызвало у меня крайнее удивление. Продолжение следует...